всем привет смотрите как прикольно да я вот как обычно сижу за шкафом да а сейчас такие дни когда яркое солнце видите у меня сзади солнце выходит прикольно а я сижу тут короче в общем я сейчас у нас такой сейчас 13 число я что-то давно так кажется что я давно видео не записывал вот а люди наверное соскучились вот я хочу сказать всем привет и сказать чтоб не скучали вот я могу пропасть там на неделю на 2 на месяц а вот но я говорю что вот потихоньку будем видео делать вот и ну прикольно да мне просто нравится вот я вот как вот светит до туда чуть-чуть вот обычно я ночью сижу ночью сейчас один из редких дней когда я днем не сплю у меня режим меняется у меня то ночью сплю то днем сплю но в основном ночью не сплю а днем сплю а иногда она двигается в общем я хотел у меня вот давно уже висит и висит очень давно я вот хотел сделать подкаст а может быть видео сделать про от одной группе который я слушаю еще с прошлого года хотел сейчас вот у них вышел альбом но мать и у меня такая хрень то что чтобы рассказывать о музыке особенно любимой музыки да вообще странно да я как бы сижу как бы там внизу голова торчит откуда-то снизу может быть мне сделать видео как шкаф типа показывает шкаф типа вот показывает шкаф а где талянта а талянт за шкафом ну вот же он за шкафник то вот а вот рука его а сам то где вот я сижу где-то там далеко вот а вот я близко чего короче да мне просто почему я никак не могу все это сделать подкаст а группе потому что для меня чтобы рассказывать о музыке это нужно определенное состояние для меня для меня музыка это не просто так случайная вещь которую можно в любом момент послушать его момент не послушать в любом момент рассказать любой момент не рассказать для меня музыка это что-то личное и я определенную музыку слушаю в определенные дни под определенное настроение и чтобы сказать начать рассказывать о какой-то музыке которые То есть, я просто так Вот, есть люди, которые слушают просто так музыку У них там, например, плейлист, какие-то рекомендации Они слушают черт знает что Ну, проще говоря, да, то есть Они не думают, что слушать И просто вот что им подходит Что им, ну, система судет Там, то они и слушают Я не такой Я никогда рандомное что-то случайное не слушал Я слушаю всегда что-то конкретное Что мне хочется в определенный момент Вот И для меня музыка это особенная такая вещь Как вот своя сущность какая-то Живая, своя вот сущность Которая существует где-то В определенном Но это сложно, в общем, объяснить словами В общем, вот То есть, особенная такая вещь И я не могу просто так взять и рассказать о музыке Мне нужно определенное состояние И вот пока вот Вот та группа, про которую я хотел сделать подкаст Рассказать о ней Эта группа у меня связана много в жизни Много у них вот было Всяких событий в жизни В дискографии За всю историю группы И так как мне эта группа очень нравится Одна из моих любимых групп И на меня эти события тоже влияли По своему образу И мне, чтобы об этом рассказывать Это нужно определенное состояние такое Душевное и психологическое, понимаете? То есть, я не могу просто взять И об этом вот начать рассказывать В какой-то момент Вот Причем вот у них вот вышел альбом Мне нужно его еще раз послушать Чтобы собраться с сомнениями Чтобы о нем рассказать И обо всей дискографии То есть, понимаете? То есть, я не могу просто так взять Послушать и взять рассказать Понимаете? Вот, поэтому я То есть, если кто вот ждет от меня Я вот так хотел сказать Потом То есть, я не знаю, когда это будет Но это будет точно Я вот скажу точно Просто я не могу Сроков никаких сказать Вот И еще хочу сказать Что вот Мне присылают люди донаты Задают какие-то вопросы Но я опять же Я это Я в основном делаю Когда вот у меня Накапливается там Ну, хотя бы Ну, не знаю Ну, хотя бы 10 штук То есть, мне в основном Присылают донаты Я хочу поблагодарить еще раз Всех, кто мне присылает Просто вы Большинство людей Они не указывают конкретно Сказать на видео Или не сказать на видео Вот Я в основном Когда я делаю подкаст Зачитываю донаты То я Зачитываю какие-то вопросы Отвечаю на какие-то вопросы Передаю приветы И Когда у меня Таких вот донатов Копится Определенное количество То я их зачитываю Но пока у меня Таких вот Именно каких-то вопросов Приветов У меня их практически мало Поэтому я не думаю Что Пока я еще Не готов сделать подкаст И записать Вот Поэтому я хочу Я хочу Во-первых Еще раз поблагодарить Всех, кто мне присылает донаты Ребят Большое спасибо Всем, кто хотя бы 100 рублей присылает Кто хотя бы Ну Любую сумму Не важно какая сумма Просто вот сам факт То, что люди Меня ценят И поддерживают Я вот Очень вам благодарен И то, что я делаю видео На ютюбе Это как раз вот Часть Из этого Это Потому что у меня есть аудитория Есть люди Которые меня смотрят Поэтому я и продолжаю делать видео То есть Есть часть Денежная Поддержки Есть часть Которая идет от моего желания Собственного Потому что мне хочется делать Поэтому я и делаю А есть часть То есть получается Это такая троица Первое Это от моего желания идет Второе Это потому что У меня есть аудитория Которая Интересно меня смотреть Слушать И третье Потому что Есть аудитория Которая меня Не просто смотрит А именно поддерживает финансово То есть Я бы сказал Что тут три части Почему я до сих пор Еще продолжаю делать видео Почему я продолжаю делать канал Я хочу Всем Сказать спасибо Кто просто смотрит И тем более тем Кто держит Дает финансовую поддержку Это очень и очень Значение имеет Большое Очень И Будет подкаст Опять же Ответы на вопрос Какие там приходили Вот Но просто я не могу дать сроков Никаких У меня нету расписания Никогда не было Например По пятницам Или например Первого числа Каждого месяца Да Или например Определенное Какое-то время Например В шесть часов В шесть часов вечера Каждый день Или например В шесть часов утра У меня никогда не было Расписания Я не могу обещать Я точно могу сказать Что будет А когда Я не могу Я никогда не могу сказать Поэтому Я хочу поблагодарить Еще тех людей У которых Железное просто терпение На меня Были такие люди В моей жизни Которые от меня Отворачивались Потому что У них не хватало На меня терпения Толян Неизвестно Какое у него будет настроение Неизвестно Когда он захочет Когда не захочет Неизвестно Он может что-то пообещать А потом не сделать Что-то может сказать А потом Слиться Вот Многие люди От меня отворачивались Потому что У них просто терпения Не хватало на меня Вот И я хочу поблагодарить Тех людей Которые И подписчиков И зрителей И просто вот Людей Которых я считаю Друзьями Которые до сих пор Положают со мной Общаться Смотреть мой канал Интересоваться мной Вот Тех людей У которых просто Вот такое вот Железное терпение Они просто понимают Какой я человек Что со мной бесполезно Да о чем-то договариваться Потому что у меня Все время все по-разному Вот Я нестабильный В том смысле То что я не могу Пообещать и сделать Но я стабильный В том смысле То что у меня Все нестабильно Понимаете То есть у меня Я могу Сегодня хотеть Завтра не хотеть Сегодня я ночью спать Могу Завтра днем спать То есть у меня нет Такого расписания Вот И я хочу поблагодарить Тех людей И подписчиков И зрителей И своих близких И друзей Которые вот До сих пор продолжают Но интересоваться Оставаться на моем канале Меня не бросили Не отвернулись От меня Вот Вот у которого Вот же Стальные нервы Чтобы ждать от меня Что-то Неизвестно Когда это будет Или не будет Вот Так что вот Вам вот Спасибо Вот просто Вот Обоими руками Просто вот За За крепкую Такую вот Преданность То что вы так Преданы моему каналу И то что вы Остаетесь Вот Крепкая такая У вас Как бы Ну как вот Это назвать То есть если Дружба с человеком То это крепкая Дружба А я вот лично Подписчиков Зрителей Не знаю Кто вообще Меня смотрит Да Меня много Кто смотрит Но я же практически Никого не знаю Вот Ну у вас такая вот Крепкая За меня хватка Такая То есть вы все равно Остаетесь на моем канале Вот Я вот хочу Вот всех вот так вот Крепко вот так вот Поблагодарить Вот И еще раз сказать То что Я вот Смотрите Вот у меня Очень много волос Да У меня вот Я никогда не любил Делать прически Никогда не любил Фейхмахерствую ходить Никогда не любил Бриться Никогда не любил За собой ухаживать И мне всю жизнь Говорили люди Люди постоянно Просто как вот Постоянно Толян подреси Толян постригись Приведи себя в порядок А я никогда Этого не делал И вот у меня Вот огромное количество Волос Да Вот у меня Никогда не было Прически Вот Вот А мне так нормально Ну блин Ну полезет мне в ухо Я выстригу Полезет мне в глаза Я состригу Мне все равно Вот 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 просто вот Интересно Вот ваше мнение Надо ли мне Вообще вот Все это дело Состричь Привести себя в порядок Или Или так и остаться Таким Ну я как бы То есть Опять же Просто вот Интересно Вот мнение Ваше Мне вот говорят Всегда то что Толян ты красивый Но Волосы и борода Тебя портят И если Состричь волосы И бороду То я буду еще красивее Даже так Даже так А вот так А если я Помните я вот Я вот Раньше По-моему Я У меня давно Когда еще был Фейсбук По-моему Это было Сколько лет Пятнадцать Наверное назад Я разные Свои старые фотографии Выкладывал Где я рожи корчил Наверное Помнят старые Подписчики Делал такие рожи Это я На старый Мобильник Снимал еще В 2007 году У меня был Телефон Когда Вот я В 2007 2010 году Я кучу делал Фотографии А потом Когда я У меня был Фейсбук Это был По-моему 2013 2013 Что ли Год Хрен знает Я вот Выкладывал Фотографии Или это было Вконтакте Я вконтакте Тоже Сидел У меня Вот была Страница Моя Вот эта Анатолия Маркина И я там Или по-моему Вконтакте Выкладывал фотки Но это было Давно Больше Десяти лет Назад Я там Рожи Всякие Такие Корчил Потом Для всяких Мемов Использовали Их Типа Ну Понимаете Вот То есть Даже Когда я корчу Рожи Я все равно Красивый Да Или нет Даже Когда я Вот с такими Вот Волосами И с бородой Там Вот Такой Вот Сидит Такой Вот Лохматое Бородатое Чудо Такое Со Шкафом И Делает Видео В таком Низком Качестве Да На В таком Освещении Плохом Да Вот Но неужели я Действительно Вот И все равно Я Я Красивый Даже Если я Смотрю Не на камеру А на экран Смотрю Вот Ну в общем Короче Да Вот Правда Я вот Мне вот Просто Вот Интересно Вот Мнение Может быть Кто-то Первый раз Пришел на мой Канал Мне не знает И видит Такое Вот Видео Вот Вот Как Вы считаете Вот Надо ли Мне Вот Ну вы Наверное Скажете Да Надо Вот Потому что Мне всегда Как люди Говорят Но мне Вот Просто Интересно Состричь Все волосы Бороду Там Состричь Вот Или так Нормально Как Вот Ну все Так что Такое Видео Хотел Сказать Не знаю Чуть А Знаете Вот У меня Любимые Чипсы Лейс И Я Увидел То Что Сейчас Вышло Два Новых Вкуса Чипсы Лейс И я Если Помните А если Кто не Помнит Я скажу То что Я когда Делал Я много лет Назад Я делал Видеоблог И обзоры На еду Но я Это перестал Делать Потому что Мне это Неинтересно Уже Вообще Правда Мне просто Неинтересно Я много лет Это делал И Просто Перегорел Потерял К этому Интересно Но Я Увидел Это Было Сейчас У нас Апрель Я В марте По-моему Я Увидел Что Новые Чипсы Лейс Вышли Два Вкуса А я Чипсы Лейс Очень Люблю Какие Там Вкусы Вы Наверное Помните И Я Хотел И Подумал Сделать Обзор На них Попробовать И Люди Конечно Скажут Да Толян Давай Обзоры Конечно На еду Все хотят Но Понимаете Дело в том Что Даже Если Я Вот Сейчас Сделаю Обзор На Чипсы Лейс То Это Не факт Что Я Вернусь К Обзорам На еду Просто Люди Если Я Сделаю Обзор На Чипсы Лейс Люди Будут Ждать Еще Обзоров А Я Сразу Скажу То Что Я Не Могу Сказать Что Я Буду Делать Обзор На Еду То Сделать Лейс Обзора На Эти Чипсы Лейс Я Честно Скажу Два Вкуса Новые Появилось Я Их Видел И Думал Их Купить И Сделать Обзор Но Я Не был Уверен Что Обзор То Я Когда Делаю Обзор Я В основном Высказываю Свои В первое Впечатление Я Открываю Пробую И Делаю Первое Впечатление Первые Обзоры Честную Оценку Даю Вот И Я Думал Сделать Это Обзор На Новый Чипсы Лейс Ну Я Подумал А Если Я Сделаю Обзор Люди Будут Ждать Еще Но Я То Делать Не Хочу То Есть Понимаете Все Равно Сделать Или Лучше Не Делать Вот И Вот Я Не Так Вот Сомневаюсь Не Знаю Вот Ну Конечно Скажут Сейчас Все Да Да Сделай Обзор Сделай Но Люди Будут Дать А Не Знаю Вот В общем Короче В общем По моему Да Два По моему Ну Да Или Это Ограниченная Серия Какая Она Потом Больше Не Будет Выпускаться Если Я Сейчас Их Не Куплю Пока Они Есть Еще В Продаже То Они Потом Исчезнут Я Не Не Смогу Сделать Обзор Вот Ну В общем Напишите Тоже Своим Опять Если Я Сделаю Обзор Не Факт Что Я Еще Дальше Буду Продолжать Ну Что Мне Эта Тема Уже Давно Не Интересна Вот Я Бо Мог Мог Купить Поесть Сам По себе Как Я Много Много За Эти Годы Уже Я Еду Сам Ем Ну Потому Что Я Обзор Не Делаю Я Сам Ем И Все Вот А тут Я Специально Не Покупал Я Думал Сделать Обзор Но Я Не Уверен Сделать Нет Отреагирует В комментариях На это Да Талин Сделай Обзор Не важно Хоть бы Это будет Один Обзор За полгода Там Хоть После Этого Обзора Если Ничего Не Будет Да Сделай Обзор Мы Хотим Обзор Один Видеть На Еду Вот Если Люди Положительно Отреагируют То Я Я Сделаю Вот Донатный Сбор Как Вот Обычно На Какой Это Делают У Люди Есть Какая-то Цель И Они Подписчиков Просят Поддержать Эту Цель Да Я Уже Делал Раньше Когда Я Видео Выкладывал Я Делал Такое И Люди Которые Были Заинтересованы Они Действительно Помогали И Когда Донатный Сбор Был Завершен То Я Выкладывал Видео Которое Хотел Вот Но Вот Мне Неприятно То Что Я До сих Пор Подкаст О Мне Вот Неприятно То Что Люди До сих Пор Ждут А Я Еще Не Сделал Но Опять Я В начале Видео Говорил То Что Музыка Это Такая Специфическая Вещь Для Меня Я Обещаю Точно Будет Просто Я Не Могу Сказать Когда А Обзор На Еду Если Люди Положительно Я Прошу Поддержать Нужна Финансовая Поддержка Сейчас Такое Сложное Время И Если Люди Захотят То Я Открою Донатный Сбор Ну Сумма Будет Небольшая Ну Например 500 Рублей Не Больше Ну Вот Например То Я Когда Если Люди Захотят Я Открою Донатный Сбор И Если Донатный Сбор Будет Достигнут То Я Пойду В Магазин Или Если В магазине Не Будет Я Закажу По Интернету Эти Чипсы И Я На них Сделаю Обзор Но Опять же Я Не Даю Гарантии Что Это Будет Продолжаться Скорее Всего Я Сделаю Этот Обзор И Все И Больше Я Не Буду Делать Обзор На Еду Потому Что Мне Это Не Интересно Я Об этом Уже Сказал Все Давайте Больше Не Будем Повторяться Такая Суть Вот И Еще Я Хотел Третье Сказать То Что Я Вот Фильмы И сериалы Я Редко Смотрю Было Время Когда Я Сериалы Смотрел Очень Активно Очень Много Сериалов Я Смотрел Но В последние Несколько Лет Я Сериалы Уже Давно Не Смотрю Единственное То Что Я Смотрю И Пересматриваю Это Свои Любимые Звездные Врата Атлантида Плюс Я Еще Разные Другие Плюс И Все То Я Много Много Лет Назад Я Смотрел Огромное Количество Сериалов Но Я Давно Уже Так Не Делаю Единственный Сериал Это Я Только Звездные Врата Пересматриваю Но Вот Последние В прошлом Году Я Начал Смотреть Один Сериал Мне Очень Понравился Я Делал Видео Короткое Но Это Было Видео Не Про Сериал А Про Песню Группа Блэйк Сэббет Которая Была В сериале Сериал 1899 Называется И Мне Он Очень Понравился Там Очень Интересная Тема Я Не Хочу Спойлерить Не Хочу Ничего Рассказывать В общем Если Вам Нравится Что Такое Необычное Как Сайфай Как Фантастика Что Такое Как Фантастика Вот То Вам Этот Сериал Думаю Понравится Если Вам О нашем Сознании Как Устроено Наше Сознание Как Устроен Человеческий Мозг Как Устроена Вселенная Вот Вот Такие Вот Темы То Вам Этот Сериал Понравится 1899 Этот Сериал От Нетфликса Там Было Только 8 Серий И К сожалению Его Не Стали Продолжать Но Мне Очень Понравился Сериал Очень Понравится Эти 8 Серий Я Хочу Вам И Вот Посмотреть Его И Также Я В прошлом Году Начал Смотреть Сериал Сайфай Фантастика Фантастический Сериал Я люблю Такие Темы Называется Маяк 23 Маяк 23 Он В прошлом Году Шел А Прошлый Год Был 2023 Поэтому Видимо И сериал Так и Назвали Маяк 23 Но В этом Году Начался Второй Сезон Вот Маяк 23 И Мне Он Тоже Понравился В первом Сезоне Тоже Было 8 Серий Но В отличии От Сериала 1899 Который Закрыли Очень Жалко Ну Блин Очень Правда Но Вот А Маяк 23 Его Продолжили И Сейчас Второй Сезон Начался Я Бы Не Сказал То Что Мне Этот Сериал Прям Очень Так Сильно Понравился Потому Что 1899 Я Обожаю Прям Офигенный Сериал Мне Очень Прям Понравился Но Маяк 23 Не Особо Но Тем Не Менее Так Как Я За Последние Много Лет Я Практически Сериалов Не Смотрю И Я Начинал Смотреть Какие-то Сериалы Например Экспансия Манифест Ходячие Мертвецы Там Их Много Разных Сериалов Я Начинал Смотреть Но Я После Первых Двух Серий Я Бросал Мне Они Не Нравились Ну Вот 1899 Я Посмотрел Все 8 Серий Мне Очень Понравилось Маяк 23 Я Посмотрел Первый Сезон 8 Серий Мне Понравилось Я Не Сказал Что Очень Но Мне Понравилось Каждая Серия Она О чем-то Своем Маяк 23 Каждая Серия Она Об Определенных Каких-то Персонажей Определенных Историях И Мне Вот Очень Понравилось Как Вот Оно Сделано Там Ну То есть Своё Что-то Есть Но Сериал Маяк 23 Он Достаточно Скучный В том Смысле То Что Там Одинаковые Декорации Там Все Одно И Тоже Там Достаточно Так Скучно Все Вот Но Там Темы Тоже Интересные Затрагиваются В сериале И Каждая Серия В первом Сезоне Она О чем-то Своем Тоже Там Интересные То есть Что-то Есть Своё Тоже Достаточно Интересные И Сейчас Начался Второй Сезон И Я Начал Смотреть И Мне Тоже Интересно Что Там Дальше Будет Как Чего Вот То есть Я Был Хотел Тоже Вот Сказать Про Этот Сериал Маяк 23 Чтобы Тоже Если Кому Интересно Сай Про Космос Что Такое Фантастика Такая Какая То Тоже Может Кому То Тоже Понравится И Плюс Я Еще В Прошлом Году Начал Смотреть Сериал Называется Извне Называется Там Актер Играет Помните В сериале Лост Остаживших Там Был Чернокожий Парень Такой Он Был С Маленьким Таким Парнем Помните Да И Вот Сериал Извне Там Вот Этот Актер Как Его Темнокожий Такой Актер Из Остаться В живых Вот Он В этом Сериале Извне From From Называется Это Сериал Типа Как Ужасы Там Про Монстров Там Про Ужасы Такие Вот И Я Вот Его Посмотрел Первый Сезон Мне Тоже Очень Понравился В этом Году Должен Был Выйти Второй Сезон Не Знаю Когда Он Будет Вот То Если Вам Он Таком Месте Заперто Они Не Могут Из Него Вырваться И Плюс Еще Монстры Вам Интересно Такое Посоветовать Его Тоже То Есть Вот 1899 Там Было Только 8 Серий Потом Закрыли К сожалению Маяк 23 Тоже 8 Серий Но Он Продолжается И Извне From По-моему Там Тоже Было 8 Серий В Первом Сезоне И Будет Второй Сезон Вот То То Эту Тройка Сериалов Которые Так Получилось То Что Я Именно В Прошлом Будет Вот Я Вот Вам Хотел Вот Сказать И Еще Тоже Да То Есть У Меня Получается То Что У Меня Вот В Прошлом Году Я Стал Опять Сериалы Смотреть Чего Я Не Делал Очень Много Лет А В Прошлом Году Начал То Может Быть У Мне Еще Как Это Сериалы Появится Которые Я Буду Смотреть Вот Если Вам Интересно Я Про них Расскажу Вот И Мне Всегда Нравилась Япония Японская Культура Дизайн Как Вот Они Их Одежда Их Дизайн Как В одежде Как Вот У Них Дома Как И Да Вот Очень Японская Мне Все Нравилось Всегда Но Мне Никогда Не Нравилась История Про Воины Какие Там Политические Конфликты Какие Там Между Собой Терки Да Людские Мне Никогда Такое Не Нравилось Никогда Не Нравилась История Исторические Какие То Сериалы Но Мне Всегда Нравилась Япония И Я Недавно Начал Смотреть Сериал Называется Сигун Он Пишется Шоган Сигун Сериал Про Японию Он Недавно Только Начался Сейчас По-моему Первый Сезон Идет По-моему Только 8 серий Вышло Я Его Начал Смотреть Посмотрел По-моему Где-то 4 или 5 серий И мне Он Очень Понравился Несмотря На то Что Я Не Люблю Историю Не Люблю Политику Да Вот То Что Я Сейчас Сказал Но Мне Нравится Япония Японский Дизайн Как Японские Самураи Броня Японские Дома Японские Иероглифы Японская Культура Язык Вот Это Все Японское Понимаете Мне Нравится Я Начал Смотреть Сериал Шоган Сигун И мне Он Очень Понравился И я Хотел Вам Посоветовать Тоже Если Кому Нравится Япония Японская История Это Исторический Сериал Основанный На реальных Событиях То Что Реально Было Ну Хоть Я Историю Не Люблю Но Мне Мне Понравилось Мне Заинтересовало Это Вот Сигун Сериал Вот Сейчас Вот Идет Первый Сезон Так Что Если Кому Интересно Вот Очень Мне Понравилось Вот Так Что Получается Такое То есть 1899 Закрыли После Первого Сезона А Вот Другие Сериалы Продолжаются Маяк 23 Извне И Вот Сигун Вот И Еще Ребят Я Вот Сам Даже Не верю У Меня Просто Получается У Меня Такая Какая Началась Линия Жизни Линия Очередная У Меня Пошла Где Тут На руке Сериальной Линии Я Вот Начал Опять Сериалы Смотреть И Самое Последнее То Что Я Скажу И Самое Такое Наверное Для Большинства Будет Самое Интересное Это Сериал Fallout Бля Я Сам Даже Не верю Я Вот Никогда Не был Фанатом Fallout Вообще Серии Но Мне Нравился Fallout 4 Очень Я Просто Его Обожаю Я Вот Когда Вышла Эта Игра Я Начал Смотреть По ней Летспле И Потом Стал Сам Играть Fallout 4 Мне Очень Понравился Эта Игра Вот И потом Fallout New Vegas Мне Тоже Очень Понравился А вообще Среди Вот Людей Я Так Понимаю То Что Среди Фанатов Больше Больше Всего Любит Fallout 3 И Fallout New Vegas Fallout 3 Мне Никогда Как-то Не особо Мне Не нравился Fallout 1 и 2 Из Игр Они Другие Совершенно Были Но Мне Вроде Они Тоже Как-то Не Очень Нравились То есть Вот Из Всех Fallout Мне Очень Нравится Fallout 4 И Fallout New Vegas Очень Про Офигенные Просто Игры Там Какие Миры Какой Дизайн Какие Там Квесты Персонажи Мне Очень Нравится Все Вот То есть Я Фанатом Серии Fallout Никогда Не Был Но Fallout 4 И Fallout New Vegas Мне Очень Понравилось И Сейчас Начался Сериал Fallout Я Посмотрел Пока Только Первую Серию И Мне Очень Понравилось И Я Хотел Вам Тоже Посоветовать Вы Наверняка Большинство Если Вы Предыдущие Сериалы Которые Я Перечислил Вы Их Наверное Большинство Не Знаете Но Fallout Наверняка Все Знают Наверняка Все Сейчас Его Будут Смотреть И Мне Вот Тоже Очень Интересно Самому Вот Вот Как Этот Сериал Будет Вот Я Надеюсь Что Я Очень Надеюсь Что Он Не Скатится Потому Что Многие Сериалы Они Начинаются Хорошо Но Скатываются Во Что Уныние Какое То Вот Но Я Надеюсь Что Сериал Fallout Он Не Скатится Что Он Будет Интересным Будет Продолжаться Вот Вот Вы Как Вот Тоже Думаете Ваши Впечатления Вот Просмотренные Потому Что Вы Посмотрели Вот Я Пока Только Начал Смотреть Его Но Мне Очень Нравится Уже Очень Вначале Очень Нравится Вот Я Вот Очень Рад То Что Сделали Сериал Fallout Вот Я Вот Очень Мне Интересно Что Там Будет Дальше Продолжаться Вот Как Оно Будет Как Мир Покажут Насколько Они Покажут Мир Насколько Они Разные Вот Эти Покажут Фракции Или Как Они Там Называются То есть Brotherhood Brotherhood Of Steel Показали Да Вот А покажут Ли Другие Там Вот То есть Вот Эти Вот Как Там Разные Были Да Вот Разные Вот Группировки Так Сказать Как Они Называются Я Не Помню Вот То есть Разные Люди Разные Группировки Да И Каждая Группировка Она Живет В чем То В своем Она Делает Что То свое Вот Мне Вот Интересно Как Они В сериале Это Покажут И Как Мир Покажут Да И Вот Очень Вот Интересно Вот Сериал По Fallout Это Вообще Как Вот Интересно Вообще Вот Этот Мир Все Вот Это Вот И Еще Блин Еще Да И Еще Одни Из Оригинале В Оригинале Называется Last of Us Вот Тоже Наверняка Многие Знаете Это По Игре Тоже По Игре Я Не Был Никогда Фанатом Last of Us Игры Первая Часть Она Хорошая Да Вторая Часть Мне Вообще Не Понравилась Но Большинство Людей Вот Они Любят Last of Us Вот Вот Это Одни Из Нас Да Как Вот Она По Русски Называется Вот И Игра Last of Us Мне Не Особо Но Мне Вот Больше Нравится Uncharted Например По Играм Но Это Каждому Своё Да Просто Last of Us Она Более Драматичная Такая Более Серьезная Вот А Сериал Мне Очень Понравился Первый Сезон И Я Жду Очень Второй Сезон То Есть Вот Сериал Last of Us Мне Больше Даже Понравился Чем Игра Правда Скажу Вот Первый Сезон Вот Там Тоже По-моему Только 8 Серий Пока Было Но Надеюсь И будет Второй Сезон То Есть Я Бо Хотел Сказать Если Кто Не Видел Обязательно Посмотрите Сериал Last of Us Одни Из Очень Очень Понравился Я Очень Жду Второй Сезон Когда Он Будет Не Знаю Вот Видите У меня Торчит Наверху Вот Короче Вот Будет Интересно Посмотреть То Я Говорю Сейчас Вам Это Все Рассказывал Я Надеюсь Что Вам После Моих Слов Если Вы Не Смотрели Будет Интересно Посмотреть Вы Посмотрите И Вы Скажете Толян Спасибо Что Порекомендовал Потому Что Мне Самому Очень Понравилось Я Хочу Людям Посоветовать И Надеюсь Что Людям Тоже Это Очень Понравится Вот То Что Вы Благодаря Мне Заинтересуйтесь И Начнете Смотреть Эти Сериалы И Вам Тоже Будет Интересно Это Вот Вы Найдете В них Что Что Вам Фоллаут Сейчас Начался Потом Извне Будет Второй Сезон Шоган Сигун Точнее Извне И Фоллаут И Ласт Тоже Второй Сезон Будет Или Нет Наверное Будет Вот То есть Вот Эти Сериалы Мне Очень Понравилось Я Начал И Смотреть И Я Хочу Тоже Вам Рассказать И Да Одна Из Моих Любимых Групп Почему Мне Всегда Нравилась Японская Да Культура Дизайн Как я Уже Сказал Но Вот Одна Из Моих Любимых Групп Тревью Называется И У них Есть Такой Альбом Сигун Это Один Из Моих Самых Любимых Альбом В Дискографии Группы Обалденный Альбом Я Когда Увидел Название Вот Этого Сериала То Мне Сразу Вспомнился Альбом И Участник Группы Вокалист Автор Музыки Там Песен Он Как раз У него Вот Японские Корни Есть Вот И Я Когда Увидел Этот сериал Шоган Сигун Я Сразу Вспомнил О группе Тревью Одной Из Моих Любимых Групп И Об этом Альбоме Сигун У них Вот Этот Альбом Альбом Который Я Просто Обожаю Обалденный Просто Альбом Вот То И Я Начал И Вот Ну Просто Так Хотел Сказать Тоже Еще Вот Так Что Это В основном Был подкаст О сериалах Поэтому Я его Назову Наверное О сериалах Не знаю Как Назову Или Просто Назову Типа Видео Это Не Подкаст Это Было Видео Вот Хотя Подкасты Они Тоже Иногда Бывают С Видео Вот Но Я Подкаст Все Так Называю Это Аудио А Видео Это Видео В общем Ладно Короче Это Было Видео О сериалах В апреле Хотя Это Не Только Сериалы В апреле Они Вообще В Разные Времени И Года Но Это Было Видео Именно Вот Сейчас Вот Апрельское Вот Что Это Я Показываю Не Знаю В общем Всем До Встречи И Скажите Будет Ли вам Интересно Хотя Бо Один Обзор От Меня Увидеть На Чипсы Лейс Люблю Я Очень Хочу Попробовать Обзор Очень Хочу Попробовать Чипсы И Сделать Обзор Но Я Не Хочу Создавать Лишний Только Хайп Потому Что Скорее Всего Этот Обзор Будет Единственный И Кроме Больше Него Ничего Не Будет Больше Больше После Него Ничего Скорее Всего Не Будет Поэтому Я Не Хочу Лишний Искусственный хайп такой создавать типа вот а сделать один обзор и больше ничего не будет вот но вот тем не менее будет ли вам интересно это вот ну что я как любитель чипсов лес я очень хочу попробовать новые вкусы но обзор сделать я вот не уверен поэтому вот такой вот у меня дилема такая делать не делать хочу попробовать но хочу сделать обзор на не хочу сделать обзор потому что дальше я не знаю будет ли что-то или не будет понимаете то есть вот у меня вот такая вот вот а вдруг эти чипсы пропадут вдруг они я буду жалеть что я их не попробовал пока они были вот в общем ладно вы задайте давайте вот решим это то есть напишите в комментариях и давайте в общем пусть это будет один обзор ну пусть он будет да потому что я вот хочу попробовать эти чипсы я просто люблю я чипсы люблю простого . учила всех вас обнимаю всех кто смотрит поддерживает вот и всем пока до встречи спишемся увидимся ну я имею ввиду спишемся я имею ввиду вы комментарии пишет я читаю комментарии правда я не реагирую я видел то что да видел то что одна из групп я 1 я вообще был удивлен убили я вообще был удивлен нереально то что мне группа который я я продел видео я рассказал про группу и мне написали в комментариях я сначала думал этот роль какой-то прикалывается потом я зашел посмотрел действительно эта группа мне ответила вот я комментарии читаю ребят правда но я не реагирую на них потому что если я среагирую то люди будут дальше писать дальше писать то есть я не хочу кормить людей потому что люди будут если я отвечу на какой-то один комментарии люди это увидят и они будут писать надеюсь что я им буду отвечать дальше но я-то не такой человек я не активный я не социально интерактивный я в режиме просмотра в режиме чтения то есть есть люди которые активно общаются с аудиторией отвечают на комментарии активно активно участвуют в обсуждениях в комментариях а я не такой человек я просто читаю как бы впитываю в себя до пропускаю через себя обращая внимание если как что-то там рассказывают читаю но я не такой человек чтобы отвечать как-то реагировать вот поэтому конечно я ведь вижу все комментарии для читаю все что люди пишут но я вот не реагирующий человек понимаете не интерактивный человек вот поэтому если хотите что-то рассказать высказаться что конечно же пишите вот и да я видел этот комментарий мне вот очень было приятно я даже сам не поверил как-то мне вот группа написала вот очень приятно конечно было вот так что всем я вот к чему это все сейчас говорю то что я к всем людям которые оставляют хорошие комментарии делают лайки то есть любая активность любая поддержка на канале приветствуется всеми руку обоими руками просто завод за любые комментарии хороший комментарий ну негативность неприятно читать там есть модераторы вот я хочу поблагодарить тоже вот ребят которых я знаю которые вот по доброте душевной мне помогают комментируя удаляя какие-то там оскорблений вот хочу тоже поблагодарить вот и мне самому тоже неприятно какие-то оскорбление такие иногда тоже что тут поэтому давайте как бы будем культурными да если не нравится то лучше ничего не писать чем чем оскорблять какие-то троллинги тоже да неприятно конечно вот но тем но за за хорошие позитивные интересные комментарии хочу сказать чем спасибо и за поддержку тоже за любой любого любого типа поддержку вот и моего канала и меня тоже вот хочу сказать спасибо до встречи на этом закончим апрельский виде видос всем пока